Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. По объективным причинам инфляция на спад, но цены вверх. Чувствительные вопросы. Природоохранная прокуратура взялась за качество воды в регионе. Интерактивный домашний очаг в Рязани официально стартовал год семьи. Теремок на поляне. Моя маленькая ферма скоро станет большой. Годовая инфляция в регионе снизилась до 6,5%. Цифра эта декабрьская. В ноябре показатели были выше 7,3. Примечательно, что уровень инфляции в регионе ниже общероссийского. А замедлилась она за счет выхода из расчета индексации коммунальных тарифов и пересмотра платы за телекоммуникационные услуги в декабре 2022 года. Начнем с молочки. Цены на нее выросли, потому что выросли затраты животноводов и переработчиков сырья. Так говорят специалисты Банка России. В стоимость предприятия сразу заложили издержки на приобретение оборудования и импортных составляющих кормов, которые подорожали из-за ослабления рубля. Добавим к этому увеличение трат на персонал и получаем декабрьское подорожание молока и продуктов его переработки. Сметаны, творога и сливочного масла. Те же причины привели к увеличению стоимости моющих и чистящих средств. Производители переносили в отпускные цены дополнительные расходы на оплату труда и импортные компоненты. При этом произошедшее ранее снижение курса национальной валюты все меньше влияет на инфляцию. Значимый фактор сейчас спрос. Если спрос растет быстрее, чем товары попадают на рынок, то инфляция ускоряется. Тогда даже увеличение зарплат не может компенсировать рост цен. А вот на что цены снизились, так это на ЖКХ и телекоммуникационные услуги. Причина простая. Их проиндексировали досрочно в декабре 2022 года. Чтобы вернуть баланс в экономике, Банк России повысил ключевую ставку до 16% годовых. При повышении ставок вклады становятся выгоднее и люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить. Специалисты регионального отделения Банка России сообщили, что с декабря инфляция стала снижаться. Для сравнения 6,5% в Рязани против 7,4% по России. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Сразу два преступления в финансовой сфере произошли в Рязанской области. Суммы, конечно, не столь большие, как в налоговых махинациях, однако схемы довольно изощренные. Вынесен приговор директору одной из школ Шатского района. Статья мошенничества. Схема простая, однако тут немного стоит прояснить. Сейчас работу учителей оценивают по разного рода критериям, считают в баллах. И вот директору пришла идея. Он подговорил одного из преподавателей, что балл этот будет ему завышать. Взамен нужно всего ничего. Отдавать директору часть выплат. В действительности директор школы в течение нескольких месяцев забирал у подчиненного часть заработной платы, не увеличивая размер стимулирующих выплат. Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы условно. Другое преступление расследовали сотрудники Касимовского межрайонного следственного отдела. Виновный – начальник отдела материально-технического обеспечения одного из предприятий региона. Следствием и судом установлено, что подсудимая получила от представителей коммерческих организаций в качестве взятки по ранее оговоренным условиям сотрудничества по заключению договоров поставки продукции на рязанское предприятие и согласование оплаты счетов денежные средства на общую сумму более 25 тысяч рублей. Статья, естественно, о получении взятки. Суд женщину не пожалел. Взяла она 25 тысяч, штраф 350. К тому же два года она не сможет занимать руководящие должности. В России официально стартовал год семьи. Спустя сутки эту эстафету подхватила Рязань. Форум «Семейная губерния» во дворце спорта «Олимпийский» – это интерактивные площадки, развлекательная программа и зажжение домашнего очага на ледовой арене. Форум представлен четырьмя направлениями – спортивной, здоровой, нарядной и музыкальной губерниями. Вот с музыки как раз и начали. С семейной концертной программы в исполнении камерного оркестра. У нас сегодня уникальные мастер-классы робототехники, у нас музыкальная губерния, у нас веселые спортивные танцы и все это сегодня на нашем форуме. Такие мероприятия станут доброй традицией. Первый форум мы провели 25 декабря в Сосновом Бару и он также был очень востребован и мы решили, что такой формат очень нужен семьям. Такие мероприятия будут проводиться у нас в течение года. Наверное, для каждой семьи, каждый год особенный, не только в год семьи, да, то просто в год семьи будет больше мероприятий, которые нацелены на семью, для того, чтобы раскрыть потенциал, да, тот, который есть в нашем регионе, в нашей стране. Сегодня во дворце спорта Олимпийский почти тысячи человек и каждый из них уверен – семья – основа благополучия жизни. С официальным открытием года Рязанцев поздравил глава региона Павел Малков. Старт мы даем здесь вместе с вами. Вот надо сказать, что наш президент Владимир Владимирович Путин всегда подчеркивает, что в России сохраняются традиции крепкой семьи и сохраняется такая твердая связь поколений. Традиции эти обязательно нужно развивать, нужно их сберегать. Для нас вообще, для всех, большая крепкая семья – это норма и это образ жизни для всех народов нашей страны. По словам главы региона, в этом году работу по эффективной поддержке семьи, а также воспитанию исконно русских ценностей в сердцах подрастающего поколения будут вести особенно активно. Мероприятия охватят практически все сферы жизни – от образования и культурно-просветительских компаний до создания социальной инфраструктуры. Да и денег добавят. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Вопросы водоснабжения для Рязанской области – одни из самых чувствительных. Жалобы на что-то некачественное из крана – не такая уж и редкость. Впрочем, большая часть сигналов сегодня на контроле природоохранной прокуратуры. Пронский и Шиловский – это только несколько районов, где адресно проверяли соблюдение законодательства в сфере водоснабжения. Инспектировали те предприятия, которые предоставляют профильные услуги. Итоги могут кого-то огорчить. В частности, было установлено, что предприятиями допускаются нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Проекты зон санитарной охраны артезианских скважин, которые предусматривают порядок, режим использования артезианских скважин с целью недопущения загрязнения подземных водных объектов, не разрабатываются санитарно-эпидемиологические экспертизы данных проектов, не проводятся. Соответственно, отсутствуют у ряда организаций проекты зон санитарной охраны, имеющие положительное заключение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения регулируются СанПИНом. Три так называемых пояса по удаленности. Первый из которых также называют поясом строгого режима. Его назначение – защита мест водозабора от загрязнений, случайного или умышленного. Второй и третий – пояса ограничений. Это территории, предназначенные для предупреждения загрязнения источников. А вот перед созданием зоны санитарной охраны должны составлять специальный проект. Но некоторые поступили по принципу «и так сойдет». С целью устранения данных нарушений прокуратуры применены меры прокурорского реагирования. В отношении виновных должностных лиц применены меры административного воздействия по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры. Это, что называется, последнее китайское предупреждение. Если нарушения не устранят, то есть проект не разработают, тогда последует обращение в суд. В долгом расследовании поставлена точка. Речь идет о гибели ребенка в перинатальном центре. Далее расскажем о ходе расследования и его итогах. Подробности этой истории рассказала в СМИ сама пострадавшая. А началось все в ноябре 2021 года. Эту дату можно считать отправной точкой всей истории. 30 ноября роженица поступила в перинатальный центр. Первая беременность плюс сопутствующие патологии. На основе УЗИ и КТГ врачи приходят к выводу о необходимости кесарево сечения. Однако все произошло иначе. Накануне отошли воды и роды стали готовить экстренно. Новорожденного реанимировали 10 минут, а после подключили к аппарату ЭВЛ и ввели в лечебную гипотермию. 22 января малыша не стало. После трагедии мать начала описывать произошедшее в соцсетях. История получила широкий общественный резонанс, вплоть до того, что это дело взяла на контроль Госдума и Центральный аппарат Следственного комитета. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Точку в этой истории поставили 19 января. Следствием установлено, что обвиняемая в нарушении нормативных документов не провела необходимых исследований и необоснованно назначила и применила роженице медицинский препарат. В результате чего ребенок получил родовую травму, от которой впоследствии скончался. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По представлению следователя, четыре сотрудника медицинского учреждения, в том числе занимающие руководящие должности, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Также стало известно, что дело направлено в Московский районный суд с утвержденным обвинительным заключением. По итогам прошлого года Рязанская область получила 69 миллиардов собственных доходов. Общая же расходная часть бюджета составила 100 миллиардов рублей. То есть фактически для муниципалитетов исполняли любые заявки. Вот только финансовая дисциплина на местах по-прежнему слишком низкая. Об этом на правительстве заявил вице-губернатор Артем Бранов. В прошлом году из-за несогласованности министерств и муниципальных властей терялось много времени. В этом году распределение средств будет более жестким. Непогода и устранение ее последствий стали первой темой на правительстве. Жалоб сегодня много во всех районах без исключения, а это, по словам Павла Малкова, прямая зона ответственности глав на местах. Что касается Рязани, то здесь внедряют интерактивную модель общения с жителями. Создан специальный чат, где руководители подрядных организаций получают сигналы и стараются оперативно на них реагировать. Дирекция благоустройства города работает в круглосуточном режиме. В уборке улиц участвует от 90 до 150 единиц техники. Ежесуточно с улиц города вывозится более 5000 кубометров снега. Активно привлекаем технику сторонних организаций. В настоящий момент упор делаем на устранении скользкости на тротуарах, а также снега на дорогах. На мой взгляд, качество уборки города улучшилось по сравнению с предыдущей зимой. Но вот этот последний снегопад сдали. Надо усиливаться. Тут надо реальную работу провести. И еще раз, мы всегда с вами договариваемся, что чего не хватает, чего нельзя исправить прямо сейчас, надо учесть к следующему сезону. В области морозы со снегопадами тоже навели шороху. В некоторых районах просто отправляли школьников на дистанционное обучение. На границе с Мордовией образовалась пробка в 28 километров. Впрочем, все службы сработали оперативно. Протяженность хвоста пробки на территории Рязанской области составляла 13 километров. Это сопровождалось температурой минус 22 градусов по Цельсию. МЧС Рязанской области, а также главы Шацкого и Сасовского районов были готовы к развертыванию пунктов обогрева. Аналогичные меры были приняты Мордовией. Мы совместными действиями ГИБДД регионов удалось наладить регулирование движения транспорта на этом участке. Для муниципалитета вводят новые критерии оценки их работы. Собственных доходов в регионе в прошлом году было 69 миллиардов. Вот только правильно их потратить во многих районах так и не успели. Где-то затягивали с документами, где-то с перечислением субсидий, где-то вообще переписывали заявки. В итоге время для строительства было упущено. В этом году с дисциплиной будет жёстче. Все, кто деньги вовремя не освоил, финансовую дисциплину нарушил, мы все эти деньги будем забирать и отдавать тем, кто с этими задачами справляется. Потому что, коллеги, сказать, что мы кому-то где-то чего-то не дали, особенно на первоочередные какие-то расходы, по-моему, вообще в этом году были удовлетворены практически все потребности, которые были. Но результат вы все сами видите, он не везде у нас позитивный. Никакие отговорки теперь действовать не будут. Схема «ранняя заявка» получения денег в выход на торги благоустройства теперь станет основной. В управление Рязанского троллейбуса масштабное обновление. В распоряжение компании поступили 25 новеньких автобусов. В ближайшее время они выйдут на городские маршруты. 25 низкопольных лиазов большого класса, работающих на газомоторном топливе, приобретены за счет специального федерального казначейского кредита. Машины поступили в УРТ в полной комплектации. В ближайшем будущем у нас поступит еще 28 подобных автобусов. Меняем облик городского транспорта, продолжим менять дальше. Причем вот мы сейчас уже с министром обсудили, еще сделаем акцент на том, чтобы не только новый транспорт начинал появляться, тем, чтобы состояние автобусов и троллейбусов постоянно было на высоком уровне, чтобы соблюдалось расписание. Продолжим, естественно, если говорить про троллейбусы, менять, совершенствовать инфраструктуру и так далее. То есть задача по совершенствованию общественного транспорта у нас одна из самых актуальных, и мы будем ее решать полностью. У новеньких лиазов полностью автоматическая коробка передач, есть оборудование для перевозки маломобильных пассажиров. Главное, заметил Павел Молков, что они теперь будут все в едином стиле. Я же очень много по городу гуляю, здесь выходные тоже несколько часов. Все гуляют, и транспорт всегда бросается в глаза. Каждый раз радуешься, когда едешь в современный автобус или троллейбус. Но, конечно, до сих пор все равно встретили троллейбус один. Есть еще немного таких, как бы, но теперь это скорее исключение. А раньше они же шлят в инцаре. Сейчас уже больше красиво для «Адмирала» и «Манка». Пока что эти автобусы ждут своего распределения, но уже точно известно, что их направят на шесть городских маршрутов. Номер 7, 7А, 11, 13, 22 и 24. В школе номер 15 прошла дегустация обедов, завтраков и полдников. Гурманами выступили родители учащихся. Подобные открытые встречи проводят регулярно. Родители учеников вносят свои замечания и предложения, которые нужно учесть, при составлении школьного меню. Подробности расскажем далее. Следующая каша представляется вам шонно-рисовая. Три вида молочных каш – блинчики с джемом, куриный суп и макароны с сыром. Родители учеников школы номер 15 дегустируют обновленное меню в столовой. Все блюда перечислены в анонимной анкете. Напротив названий – графа для замечаний и отзывов. Сегодня перед дегустаторами стоит конкретная задача – оценить качество и вкус блюд из меню школьной столовой. Ну, мне макароны с сыром понравились, каши тоже неплохие. Как бы я вообще не любитель каши, но все было в меру. То есть по сладости, как бы все нормально. Кисель вкусный, оладушки тоже очень. Ребенок любит. Ну, как бы он рассказывал то, что им дают, говорит, очень вкусно. Попробовали питание, которым корня детей в школе. Питание достойное, очень было вкусно. Блинчики разнообразные, три вида каши, блинчики, оладушки, очень вкусные. Макароны были вообще приготовлены, как дома. Впечатления от дегустации позитивные. Повара утверждают, что все продукты свежие, и блюда из них приготовлены с учетом санитарно-эпидемиологических норм. Сырье нам привозит МП детское питание. Мы считаемся доготовочной школой. Готовим мы здесь все на месте из тех продуктов, которые нам поставляют со склада детского питания. Но, в принципе, по сравнению с предыдущими годами, продукты стали намного лучше по качеству. Рецепты разработаны ведущими российскими диетологами. Особенность этого питания в том, что с 9 января введены дополнительно горячие полдники, которые очень понравились детям. На данный момент прошла одна из дегустаций. Эти дегустации будут проводиться в каждом районе города. Нам очень интересна обратная связь от родителей и от родительских комитетов, которые мы учтем в дальнейшей работе. Подобные дегустации пройдут еще в трех школах. Порядка 100 анкет покажут, какие блюда пришлись по вкусу родителям учеников больше всего, а какие стоит улучшить по тем или иным показателям. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В центре кинологической службы регионального МВД больше 40 собак. Они натасканы на розыск и задержание преступников для поиска наркотиков, оружия и взрывчатых веществ. Как работает кинологическая служба регулярно показывают студентам, будущим сотрудникам УМВД. Сегодня Николай Зенин кинолог сам в роли преступника, да и атрибутика соответствующая. В руках пистолет, пусть даже и пугач. По сценарию следует и второе задержание. Преступника надо поймать на бегу. Если можно было обратить внимание, собака шла влево-вправо. То есть она выбирала для себя лучшую траекторию. То есть я им показывал правую, пытался себе облегчить задание, но собак выбрала левую. То есть по месту надо было группироваться на убегание. У меня даже снес, у меня даже не было варианта уже. Если это было вживую, это было бы очень больно. И человек, скорее всего, не сопротивлялся уже. На Николае Зенине специальная одежда под названием дресс-костюм. Обычно защиты есть и сверху, и снизу. Но сегодня решили выступить без нижнего протектора. Говорит, что собака такой все равно не прокусит, однако сожмет хорошо. Летом, например, ходить в футболке невозможно. После таких боевок все руки в синяках. А тренируются часто. Сегодня, например, скорее практическое занятие. Показывают студентам РГУ, как работают разыскные собаки. Если собака является разыскной, у собаки должны быть зубы, должна быть сила. То есть она должна задерживать преступника. Сфантазируем такой момент. Мы приехали на горячий след, взяли след, вышли с собакой, и, допустим, будет предполагаемый преступник. То есть его надо как-то задерживать с минимальными потерями. То есть преступник может оказать какие-то сопротивления. Но при помощи собаки эта задача будет уже облегчена. То есть как психологически можно давить на человека. То есть собака, вы видите, что она очень такая сильная, массивная. То есть не каждый человек готов тягаться с животным. Во-вторых, если будет какое-то, допустим, как сейчас условие, то есть снег, и он бежит от нас, и мы его не можем догнать, собака это пролетит и задержится спокойно его. Студенты с юридического факультета РГУ. Ребята уже на четвертом курсе, потому мероприятие у них профильно ориентированное. Студенты всегда воспринимают это с огромным откликом. Им это интересно, потому что обучение практика ориентированное. Следовательно, придя в кинологическую службу, студенты у нас уже могут посмотреть на практике, как работают кинологи. Следом экскурсия по вольерам. Во втором – собаки конвойной службы и ППС. В первом – кинологической. Они, кстати, тоже не универсальные, а делятся по специальностям. Работающие их уже продемонстрировали. А вместо работы взрывотехников – поиск наркозадержащих веществ. У нас нет такого натурального наркотика, не положено. У нас есть имитаторы наркотических веществ, которые схожи с настоящим наркотиком по запаху. И собака должна будет все это отыскать? Собака должна обозначить. Она, ну, ряд оставляется, например, из коробок, баночек. В одну баночку кладется имитатор этот, и собака по запаху обозначает укладкой, усадкой, где находится этот имитатор. Работу собак ребятам покажут на практике. Обещают, что студенты сами смогут спрятать имитатор, а собака его отыщет. После – новая экскурсия в региональный эксперто-криминалистический центр, чтобы студенты окончательно определились с направлением. Дом зверей устал от переездов. Моя маленькая ферма появилась в Рязани 8 лет назад. Здесь собирали спасенных животных с очень разной судьбой. Кто бывал в этом контактном зоопарке, знает, что хозяева любят и заботятся о каждом жителе. За время существования пушистые и пернатые переезжали с места на место 15 раз. И вот мечта основателей обустроить для питомцев отдельный дом, кажется, близка к воплощению. Вот он к нам приехал. С пристравочной станции, совершенно лысый от стресса и без хвоста. Хвост у него не отрос, а вот шерстка отросла. Хотя врачи не знали, как его лечить. Потому что известно было, от чего он облысел. А как лечить никто не знал. Ну вот, просто успокаивали его, просто дали ему те условия, которые он хотел. Пару лет назад, когда наша съемочная группа приезжала в гости на мою маленькую ферму, Джеки выглядел вот так. Тогда он только-только попал в руки Ольги и Дмитрия. Здесь почти у каждого есть своя история, печальная. У нас более 80% животных действительно подобранные и спасенные с разных мест. Ну, во-первых, у нас есть и кошки, и собаки, которые сами нас нашли, пришли с улицы. У нас есть звери с притравочных станций, есть со звероферм, есть с меховых ателье, есть с закрывшегося зоопарка с Перми. То есть у всех очень разные судьбы. Есть, например, енот Надюша, которого спасали 6 лет назад на платном переезде со всеми зоозащитниками. Откуда она появилась, до сих пор мы не знаем. И, конечно, нам нужно развитие, потому что нам, во-первых, тесно, во-вторых, мы сейчас вынуждены отказывать тем, кто к нам обращается, чтобы спасти еще животных, потому что у нас просто нет физически мест, куда их разместить не в карантине, не в самом помещении. Решение зрело давно, и сейчас, в этом году, самое время его реализовать, говорит Ольга. Мы все-таки решились, что мы должны построить зимнее здание для всех зверей, сделать им классный выгул, просторные вольеры и гулять с ними на земле. Притом у нас есть подходящее место для этого – экопарк Поляны. Мы там летом находимся, и там, конечно, очень здорово, потому что мы находимся в лесу. И нам бы сейчас хотелось еще помощь предпринимателей, строительных компаний, архитекторов, дизайнеров, плотников, которые могут нам помочь с вольерами. У маленькой фермы за годы сформировалась большая группа поддержки. Это все посетители, которые приходят в гости к спасенным животным, общаются с ними, радуются знакомству и, конечно, поддерживают материально. А сейчас, чтобы у этих пушистых и пернатых появился постоянный дом в самом подходящем для них месте, такая поддержка становится особенно ценной. Нас любят дети, нас любят взрослые, нас любят зоозащитники, нас любят любители животных. И многие из них стали любителями животных с нашей помощью. Ну, а сейчас пришло время выйти на новый уровень. Мы обычно не просим помощи, в отличие от других приютов. Для животных мы самоокупаемы. Мы не просим помощи у людей постоянно. Но, с другой стороны, мы не можем заработать на серьезные преобразования, на создание такого большого центра спасения животных. Для этого нам нужна помощь благотворителей. Мы объявили сбор средств, краудфайдинг. Сейчас мы просто по нашим соцсетям это делаем. В феврале мы подадим на Планета.ру и будем собирать средства. Посмотрим, сколько граждан откликнется. Прийти и познакомиться с жителями приюта-зоопарка сейчас можно внести. При желании внести свой вклад в их будущий большой дом в окружении природы. Только представьте, сколько живых существ обретут счастье, любовь и самую лучшую звериную жизнь, когда мечта о большом постоянном центре спасения станет реальностью. Кстати, если вы еще не бывали в приюте-зоопарке, сообщаю новость. Недавно в моей маленькой ферме появилась новая экскурсия ночная. Большинство зверушек активны в темное время суток, поэтому посмотреть на их поведение, когда они бодры, согласитесь, очень интересно. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова